Что за праздник в Калязине? Почему так звонят колокола? Такие вопросы можно было услышать от многих калязинских жителей. И действительно, в этот день над городом раздавались невероятной красоты колокольные звоны. Сначала с Калязинской колокольни Никольского собора, что стоит в Волге, а затем с колокольни действующего Вознесенского храма. Такой чудесный подарок городу подарили гости. Трое профессиональных звонарей, которые прибыли в этот день в Калязин. Это Филипп Горбачев, звонарь, диджей, электронный музыкант с мировым именем, посвятивший большую часть последних лет колокольному звону. Это юная актриса, звонарь из Москвы Таисия Радченко и Александр Чайка, виртуоз колокольного звона, мастер-настройщик колоколин из города Болхов Орловской области. Все эти творческие люди прибыли в Калязин не просто так. Их объединил колокольный марафон. Это документальный фильм, во время съемок которого группа посещает храмы, церкви, монастыри в десятках городов России. Именно Калязину выпала честь от Тверской области войти число городов, где московская компания «САГО» снимает данный документальный проект. Популяризация колокольной культуры. Рассказать широкой аудитории, что есть такая культура, и она находится на стыке музыки и духовности. Будет знакомиться со звонарями России и увидеть самые интересные, самые необычные, самые высокие колокольные. Православный колокольный звон русской традиции – это уникальный вид музыкального искусства, который сейчас переживает второе рождение после долгих лет фактического запрета. Цель документального проекта – популяризация колокольной культуры. Во время съемок удается задокументировать жизнь российских городов в состоянии значимых памятников русского архитектурного зодчества. Самих же героев проекта можно назвать звонарями-исследователями. Ведь во время таких путешествий по городам и регионам они находятся в постоянном поиске нового, интересного звука, необычных акустических открытий. Погода не баловала в этот день. Дождь, ветер, но съемки велись непрестанно. Во время движения по Волге уже с корабля слышался необычный звон. Гости делали его с помощью переносной колокольной системы в виде небольших колоколов и пластин. Место такой особой звонарной силы для меня, поскольку мы в 99-м году на корабле проплывали крестным ходом. От листока Волги до Астрагандии наверху везли целую систему колокольных. Живые колокола вот эти церковные могли туда стащить, а взяли много пластин. А уже пластины были, они уже тогда у нас в действии, мы их разработали, и уже они летят в 8 у нас работают как надо. И вот мы оттуда пыльем сверху, и говорят, впереди будет колокольня какая-то на острове затопленная. Как интересно. И она маленькая, и все больше, 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 больше. Настал момент, когда корабль там, кто-то близко, прям так он разворачивался стал. И мы, значит, сыграли такой колокольный такой минут на 30. С самой колокольней сейчас звонят, но редко. По особым праздникам не просто было поднять съемочное оборудование на высокую колокольню Никольского собора. Но цель оказалась достижима. Далее съемки проходили на колокольне храма Вознесения Господня. Помимо многострадальной истории храма и прихрамового кладбища, гостей привлекла звонница, установленная здесь. Это 11 колоколов, отлитых на знаменитом уральском колокольном заводе Питкова. Попробовать почувствовать звук этих колоколов – дело чести для звонаря. Посещение Калязина – это примерно треть пройденного колокольного марафона, задуманного авторами. Впереди у съемочной группы дальние поездки в северные регионы страны – в Сибирь. А сразу после Калязина звонари отправились в соседний Сергиев Посад, в Троицесергиевую Лавру.